В эфире новости 1-го Карагандинского. В студии работает Миром Гульсал Кимбаева. Здравствуйте. Коротко о главном. Как отметить праздник и не разориться? Сколько стоит выпускной бал школьников? Девять дворов в жилых массивах благоустроят в шахтерской столице. Необычный музей обнаружили журналисты нашего телеканала в селе Жумыске-Эршетского района. Сколько стоит выпускной бал школьников? Ответ очевиден для всех. Очень много. Хотя далеко не все родители могут раскошелиться на большую сумму за один вечер. Но стараются не отставать. В Казахстане принято отмечать события по-крупному. Зато в других соседних странах все гораздо скромнее, но не менее весело. Как отметить праздник и не разориться, знает наш корреспондент. Кто устанавливает цену на школьный бал? И все ли деньги пойдут на развлечения школьников? 70 тысяч тенге за один вечер. Такая сумма была озвучена на родительском собрании в нескольких школах города. В среднем в классе учатся около 25 детей. Если с каждого собрать по 70 тысяч, их выпускной обойдется почти в 2 миллиона. Сумма внушительная. Эти деньги распределят на ресторан. Приблизительно на одного ученика 20 тысяч тенге. Обязательно закажут фото и видеосъемку. Эти услуги обойдутся примерно в 500 тысяч тенге. Непременно возьмут на прокат катер, преподнесут подарок учителю, украсят особенными цветами актовый зал школы. Ну и, конечно, наряды. Девушки купят шикарные платья, сделают макияж, закажут модные туфли. И только тогда все будут чувствовать себя на высоте. Так у нас принято и так проводится из года в год. Однако вдумайтесь, на 2 миллиона тенге можно сыграть шикарную свадьбу. Но что не сделаешь ради детей. Я считаю, что выпускники, покидая стены родной школы, имеют право на прощальный школьный бал. Каждый выпускник хочет, чтобы этот день остался в памяти. Не спорю, расходы немаленькие. Но мы, родители, не хотим отказывать им в этом удовольствии. И дети, и родители хотят навсегда оставить в памяти это важное событие. Но, к сожалению, не все могут позволить такое дорогое удовольствие. Приходится занимать в долг или отказываться от выпускного. Таких случаев немало. Какие могут быть последствия, мы решили узнать у психолога Ольги Грега. В связи с этим участились суициды. То есть в Актау, в Атерау, именно из-за денег. И ребенок может чувствовать себя ущемленным. Например, если его родители не могут заплатить нужную сумму, соответственно, он будет себя считать некой белой вороной. То, что он не может участвовать и быть со всеми. И раз он не пойдет, ребенок не может заплатить такую сумму, то вы понимаете, как это может влиять на самого ребенка. Это может быть низкая, заниженная самооценка, понимание, что я не такой, как все. Выпускной вечер для всех испытания. А вот в соседних странах подобные стрессы и траты стараются свести к минимуму. Азербайджанские выпускники отмечают последний звонок только в школе. Церемония проходит во дворе или в актовом зале. Таджикским юношам и девушкам и вовсе не приходится тратиться на наряды. Министерство образования и науки республики официально заявило, что в стране последний звонок отменяется. Но, как нам кажется, это все-таки крайность. В Казахстане школьники отгуляют свой выпускной, чего бы это не стоило их родителям. Впрочем, хочется верить, что они пройдут хорошо и запомнятся прежде всего весельем и праздничным настроением. Половина всех поселков области обеспечены чистой питьевой водой по программе Ахбулах. Об этом стало известно на совещании в областном Акимате. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков заверил, что работа в этом направлении продолжится. Репортаж Аймамриной. На совещании у Акима области сегодня обсуждался самый главный вопрос для всех – питьевая вода. В нашем регионе проведением основного источника жизни во все, даже отдаленные местности, занимается программа Ахбулах. Она работает с 2011 года. Ее результаты уже почувствовали жители ряда районов. Но, к сожалению, еще не везде. Под контролем администрации президента в ближайшее время начнется реконструкция водопроводных сетей поселка Сакаровка, строительство эскулинского водовода с учетом водоснабжения в городе Жисказган, реконструкция водосборных сооружений Нижне-Токраусского месторождения в Балхаше и реконструкция группового водовода в Жайрем-Каражал. В большинстве городов нашей области на сетях выявлены аварийные участки канализационных коллекторов, которые предоставляют потенциальную опасность возникновения чрезвычайно техногенных аварий. Для недопущения чрезвычайных ситуаций с прошлого года начата работа по системному разработке проектно-смертной документации. В ходе заседания Нурмухамбет Абдебеков связался с акимами районов. Заслушав их отчеты, он дал конкретные поручения. Акиму Асакаровского района завершить реализацию проекта реконструкции водопроводных сетей. Акиму города Балхаш завершить корректировку проектно-смертной документации по проекту реконструкция водозаборных сооружений на Нижне-Токраусском месторождении Балхаш. Акиму города Харажал принять меры по завершению проекта строительства группового водовода Жайрем-Каражал с дальнейшей передачей в республиканскую собственность. Не остались без работы Акимы Жасказгана и Каркаролинска. Их обязали взять на контроль свои водопроводные сети и ускорить работу. Также глава региона заострил внимание собравшихся на последнем исследовании местности, куда планируется подача питьевой воды. Специалисты обещали, что учтут все нюансы. Аймамрина Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В ближайшее время в шахтерской столице благоустроят 9 дворов в жилых массивах. Для того, чтобы создать комфортные условия для жизни, выделят почти 490 миллионов тенге. Сегодня на специальном совещании городские власти обсудили основные направления развития областного центра. Благоустройство Караганды развернется в соответствии с планом. В городе построят два новых детских сада, столько же школ и даже детскую больницу. Продолжить реконструкцию парка отдыха дворовых территорий. Новый современный облик приобретут местные рынки. Кроме того, завершается создание фармацевтического комплекса по выпуску отечественных лекарств. В настоящее время аппараты Акима районов проводят конкурсные процедуры. По ремонту многоквартирных домов в рамках реализации программы модернизации ЛКХ в текущем году из республиканского бюджета выделено 159 миллионов тенге. Хорошие новости для школьников и студентов. На юго-востоке Майкудуке возведут дом детей и юношества, где можно будет найти занятия по интересам. Городские власти уверены, новый комплекс будет иметь популярность. Впрочем, в этом году уделят особое внимание реконструкции тепловых сетей. Их состояние сейчас оставляет желать лучшего. Так что, как говорится, готовься они летом. Как бы там ни было, а социальное развитие города остаётся в приоритете. Городские власти также задумались над созданием униципального автопарка. Поддержку окажет фонд СРРК. Но это дело не одного года. Главное – начать. Николай Кровец, Ажас Габасов, Арман Артаев. Первый Карагандинский. Впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Продолжение следует... Необычный музей обнаружили журналисты нашего телеканала в селе Жумаскер Шетского района. Известный краевед Балтабай Бухайтига собрал в своём доме книги об истории родного региона. А также фото, этнографические экспонаты и многое другое. На необычной экспозиции побывал наш корреспондент. Бесатанык шей жересе. Енді осының бәрін бүгін көп бақтарға, Өзің неміре шөбірелеріме осында көрінекілік құралар қалып, ойымыз жеткіздеп бұмай. Жерден де біздің тағылы ауылдығы құрғының 166 гектар жері, соның үшіндегі белгілі жета тау. Дом Балтабая Бұкай-Теге напоминает музей. Сегодня он проводит экскурсию специально для нас. Здесь собраны редчайшие картины, книги и предметы старины, а также национальная одежда, мебель и сувениры. Особую историческую ценность представляет книга, где расписан весь род каракисеков, далеко за семь поколений. Необычное полотно, где увековечены известные семь горшетского района и небольшие портреты более 300 родственников коллекционера украшают всю стену. В ходе беседы с этнографом мы узнали о роли национальных предметов. Кроме того, Балтабая Ага открыл собственный спортивный класс по конному спорту в местной школе имени Абая Кунамбаева. Я хочу, чтобы мои потомки и в целом молодежь не забывала культуру и менталитет казахского народа, знала, как называется тот или иной старинный предмет быта. Моя цель – донести все знания до сознания детей. Под руководством активного Аксакала историки Карагандинского государственного университета издали книгу о Шетском районе. В ней собраны истории выдающихся людей – щежре и фото. К тому же сын историка, известный в области. Режиссер Каршига Игенов даже снял фильм о жизни аула. А соседка Балтабая Букайтега рассказала нам о кропотливом труде, с которым краевед собирал все экспонаты. Наши внуки постоянно приходят к соседу, пользуются его библиотекой. Мы очень гордимся, что рядом с нами живет человек-история. Все экспонаты собирались им по крупицам. Его труд достоин уважения. Балтабай Игенула работал Акимом Селажем Ускер. В тяжелые годы не дал разрушить административные здания этой местности. Сейчас является председателем конного спорта нашей республики. У него много идей и планов. Музей дома не последнее, чем Аксакал готов удивить потомков. Айя Мамрина, Айден Жакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Лучшие деятели культуры карагандинского региона удостоились специальной премии Акима области. 20 отличившимся артистам, режиссерам, певцам и заслуженным деятелям вручили статуэтки «Алтенхобес» и денежные вознаграждения в размере 200 тысяч. А двое из них удостоились сертификатами в 500 тысяч в номинации за верность профессии. Подробности у Айи Мамриной. Церемония награждения началась сказочной постановкой, ведь зрители в зале собрались необычные, все мастера сцены. Сегодня в театре имени Сакена Сейфулина вручение престижной премии. Мужчины в праздничных смокингах, дамы в вечерних платьях. Атмосфера, как на награждении, Оскар. Право поздравить берет Аким области Нурмухамбет Абдейбеков. В Аргандинской области всегда была и остается богатой на творческих, талантливых людей, которые самоотверженно служат делу пропаганды и умножения культурного наследия нашего народа. У каждого творческого коллектива региона есть свое неповторимое лицо. Награждение главных героев вечера прошло очень шумно. Всего на специальные премии претендовали более ста работников культуры. Но комиссия выбрала самых достойных. Более 20 человек получили по 200 тысяч деньги. Организатор кинотеатра Саржа Ляу Галина Фарина была в легком изумлении. Для нее награждение стало настоящим сюрпризом. Это счастье, это радость, это понимание того, что ты что-то сделал в жизни, что что-то получилось, что все, что делалось, не напрасно, что оно получило определенную и очень большую оценку. А две главные премии и сертификаты по 500 тысяч деньги в номинации «За верность профессии» Ахим области вручил заслуженному деятелю Республики Казахстан артисту театра имени Сакена Сейфулина Ерголиджину Спекову и руководителю хора ветеранов Джесказган Маржандаре Дома дружбы и культуры народов Жаксылыку Шуктаеву. Аймам Ринаулжас Габасов Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Работники судебной системы обязательно должны знать государственный язык. Об этом неоднократно говорили в правительстве. Сами чиновники тоже признают, что казахский язык при ведении дел необходим. Но зачастую материалы к ним поступают на русском. А какова ситуация у нас в области? Знают ли судьи родной язык степей? Расскажет наш корреспондент. В нашем регионе работает около 300 судей. Большая часть из них могут вести дела на государственном языке. Все они прошли обучающие курсы казахского. Удивительно, но факт. За текущий год более 90% заседания ведется на русском языке. Специалисты судебной системы своей вины в том не видят. Считают такое положение дел низким уровнем заинтересованности самих граждан. О том, что судьи должны знать государственный язык, недавно на пресс-конференции с представителями СМИ рассказал председатель коллегии Верховного суда Абай Рахматуллин. Мы считаем, что это правильная мера. Во всех странах дела ведутся на государственном языке. Еще одна причина – безграмотность следственных органов, говорят судьи. Ведь именно от них поступают дела, как правило, на русском. Даже если речь идет о подсудимом, говорящем на казахском языке. Если мы живем в Казахстане, значит, нужно им обязательно на двух языках, чтобы, вот если человек приходит, допустим, с аксуэлы, не понимает он по-русски, то обязательно должен владеть на казахском языке наши судебные органы обязательно. Для государственного языка, мне кажется, нужно учить его. Но судьи школьного возраста, мне кажется, навряд ли учили этот язык. Я знаю язык казахский. Казахский, так как на каком уровне? Ну, процентов 60. Я за все, за любой кипиш, кроме голодонки, как говорится у нас. А так, ну, в принципе, у нас судьи. Кому сколько дашь? Это все зависит от человека. Если человек захочет, он не только казахский научит, и английский, и русский. Как же бороться с этой системой? Вопрос сложный и, видимо, требует кардинального решения. Многие предлагают – знание казахского языка на высоком уровне нужно сделать основным критерием при поступлении на государственную службу. Аймам Ренажа, Сулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. По порядку отчитайся. Ежегодно постоянные комиссии городского маслехата отчитываются на сессии по итогам своей работы. На очередной 46-й сессии настал черед рассказать о проделанном за 2014 год постоянные комиссии по вопросам самоуправления, экономики, плана, бюджета, развития малого и среднего бизнеса. Как известно, два депутата, члены постоянной комиссии, которую возглавляет Геннадий Ивченко, а именно Андрей Лепикоршев и Георгий Тихонов, сложили свои полномочия народных избранников еще в конце прошлого года. На их место в комиссии в нынешнем году пришли новые депутаты Вячеслав Мазитов и Биржан Алемжанов. А сегодня председатель отчитывался о том, что успели сделать за прошлый год. У постоянной комиссии городского маслехата, введение которой местное самоуправление, а также финансы и предпринимательство города – дел не впроворот. Кроме того, что депутаты этой комиссии имеют право вносить различные предложения и рекомендации. Они также дают заключения по различным проектам, планов и программ, заслушивают отчеты об их исполнении и делают свои выводы. Изменения и дополнения в бюджете города тоже принимаются с их ведома. Сегодняшний отчет председателя постоянной комиссии был расписан по пунктам и сопровождался слайдами. Члены комиссии, наряду с рассмотрением вопроса, отнесенных к рекомендации, помогали активное участие в подготовке к сессии и других вопросах, в частности, в проведении мониторинга по работе пассажирского автотранспорта, утверждение норм накопления коммунальных отходов по городу Караганде, подготовка и прохождение топительного сезона и многих других. Всеми членами постоянной комиссии проводится работа с избирателями своих округов, рассматриваются поступившие к ним обращения. Члены постоянной комиссии принимают участие в телепередачах на телеканале «Первый Карагандинский», в ходе которых информируют карагандинцев о выполнении бюджета города, социальных и экономических программ, а также других актуальных вопросов. Все депутаты постоянной комиссии принимают активное участие в работе межведомцев комиссий по приакимате города. Николай Кровец, Жаслан Макулбеков, Арман Артаев, «Первый Карагандинский». Последний звонок, последняя линейка. Звучит довольно грустно. Пройден еще один этап в жизни, а впереди еще много интересного. Больше двух тысяч старшеклассников сегодня попрощались со школой в Караганде. Прозвучал последний звонок. С этим волнительным и радостным событием виновников торжества поздравили городские власти. Репортаж Николая Кровца. Парни в строгих костюмах, а девушки в традиционных формах и в романтичных белых бантах. Сегодня старшеклассники еще раз надели школьную форму. Праздник последнего звонка у выпускников в Караганде начался с посещения мемориала «Слава Вечный Огонь». Здесь они возложили цветы памяти погибшим Великой Отечественной войны. Примите наш низкий поклон в знак огромной признательности, которую мы никогда не сможем описать словами. Мы, настоящее и будущее нашей страны, сделаем все возможное, чтобы оправдать ваш подвиг. От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, а также, чтобы вы всегда в душе оставались молодыми. Спасибо вам большое за наше счастливое детство. Праздник последнего звонка продолжился около стеллы независимости. В учебных заведениях Караганды сегодня завершили обучение больше двух тысяч школьников. Теперь каждому нужно выбрать свой жизненный путь и будущую профессию. Дорогие ребята, среди вас 38 победителей международных олимпиад, 65 претендентов на знак Алтенберга и аттестат с отличием. Вы не раз прославляли наш город победами на творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Я верю, что ваши самые высокие достижения еще впереди. Надеюсь, в будущем мы услышим о вас и о ваших успехах, благодаря которым будет расти авторитет карагандинского образования. Сегодня ваш урок прозвенит сейчас звонок. Вам желает первый класс добрый путь и добрый час. Мы узнали, кем в будущем хотят стать выпускники шахтерской столицы. Выбор самый разный. Есть старшеклассники, которые планируют работать в химической отрасли или, например, стать актером. Праздник последнего звонка завершился музыкальными номерами, но выпускники из шахтерской столицы еще долго не хотели расходиться. Завтра у них начнется уже новая жизнь. Николай Кровец, Исламбек Аспанов, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию 420649. А я с вами прощаюсь. До свидания. Аман Саоболоназдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова